Конечно, можно узнать у вас несколько вопросов, потому что у нас с мужем возникли некоторые проблемы. Он стал смотреть ваши, скажем так, подписался на ваш канал. Я сейчас тоже подписана. И он сейчас с вами общается, и после общения как-то с вами у него что-то перевернулось в его сознании. В общем, я хотела просто задать вам вопросы, как вы на это смотрите. Значит, что мы... Что-то заклинило. Вот, обычно мы христиане, то есть... А? Алло? У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? А, то есть сейчас то, что я говорю, это в интернете будет? Обязательно. У меня такое правило. Если вы не согласны, значит, встреча закончилась. Понятно. Ну, я просто боюсь из-за него это сделать. Все, тогда не надо. Я говорю... Я просто боюсь, чтобы это не вызвало... Ну, если вы хорошее говорите, как оно может быть плохое, это? Понятно. Минутки. Так с ним-то произошло плохое. А как оно может быть... Я просто боюсь, чтобы это потом на мне не отразилось. Нет, и не надо бояться. Если вы согласны, значит, я вас выслушаю. А нет, значит, простимся. У нас все хорошее говорится. Мы никого не судим. Почему мы даже время тратить зря, когда людям это полезно. Так. Итак, вы не против, что выставляется наш разговор в интернет? Хорошо. Так. Не против, скажите. Хорошо. Значит, смотрите, я тогда... Я просто сейчас... Смотрите, я сейчас вам что скажу. Значит, я подготовлюсь к разговору с вами, составлю вопросы. И тогда, чтобы это было... Ну, как бы, чтобы эта беседа была тогда содержательной. Хорошо? Да как вы разве свои вопросы не знаете? Вы можете ее выставить? Я сейчас свободен, а там могу быть не свободен. Потому что у меня люди записаны, когда с кем разговаривать. Хорошо, тогда я к вам запишусь, когда подготовлюсь. Хорошо? Давайте. Я вам скину сейчас сразу время, какое будет. Хорошо. Хорошо, хорошо. Вас как звать-то? Вы где находитесь? Где живете-то? Нет.